6. Дерево Пама Три пассажира неопределенного пола и возраста пытались притиснуться с пакетами между кресел, чтобы занять свои места позади него. Одних разило перегаром, ликером, бейлис и сэндвичами с ветчиной. Константин прикрыл глаза. 7. Наливай больше водки. Гуляем. Мы уже в отпуске. Один из туристов явно в измененном алкогольном состоянии сознания, прыщавым покрасневшим лицом, громко подбадривая соседей, достал из прозрачного пакета очередную бутылку водки и скандировал. 8. Мы умрем, но допьем. Отдыхаем, ребята. Мы нормальные мужики. Заткнись, даун. 9. Что ты кричишь, как потерпевший? Вася, в самолете мы не одни. Растегивая каждое слово, громко заметила ему подруга. Давайте не кричать, а? 10. Прибежали стюарды, пытаясь унять загулявших пассажиров. Активист Вася опрокинул пластиковый стаканчик с белой горячей жидкостью себе на грудь. Нежно обнял бутылку водки, словно любимую девушку. Через некоторое время друзья сладко посапывая задремали. 10. Амелия, пристегни ремни. Крамп услышал рядом чей-то мелодичный голос. 11. Подняв штурку иллюминатора, соседка с девочкой наблюдали, как медленно исчезает за окном заснеженный московский аэропорт. Он отвернулся, бросив на попутчиков мимолетный взгляд. Отметил про себя, что одежда болтается на девушке, как на манекене. 12. Серая расстегнутая кофточка застегнута на маленькие крючки. 13. Строгий костюм мужского покроя. Волосы на макошке незнакомки залезаны с непревзойденной изысканностью и изощренностью. 14. Даже архитекторы мифического лабиринта Минотавра позаимствовали бы закрученные в спираль крысиные хвосты в качестве идей для своего строения. 15. Добрый день. Вежливо поздоровалась соседка и отвела взгляд. 15. Привет. Бросил Крамп. Узкие серые глаза девушки забегали, а руки нервно стали искать что-то в пустых карманах пиджака. 16. Наверное, впервые едет за границу. Крамп с жалостью посмотрела на попутчицу. Из внутреннего кармана она достала очки с круглыми толстыми стеклами, напоминающими линзы. 16. Бинокля, убедившись, что дочка пристегнута, соседку, успокоившись, вытащила из потрепанной сумочки толстенькую старую книгу, открыла ее на египетской закладке посередине. 16. Лучше бы сделала маникюр, обратил внимание Константин, посмотрев на тонкие длинные пальцы самостоятельно отстриженными под корень ногтями. 16. Константин воткнул в наушники, в ручку сиденья, Стинг пел десерт Роза Лайф. Он почувствовал себя спокойнее, прикрыл глаза и даже пропустил обед. Пил только томатный сок. 17. Самолет вошел в зону турбулентности примерно спустя час после взлета. В наушниках затрещало. 17. Уважаемые пассажиры, говорит старший бортпроводник Диана, в связи с сильной турбулентностью мы временно приостановляем обслуживание. 17. Оно будет возобновлено через некоторое время. Спасибо за внимание. 17. Загорелось табло. При сигнете ремни, шум двигателей самолета, детские вопли, свинец в голове, гул, пьяные голоса, стук проезжей тележки с напитками и пульсацией в висках на высоте 10600 метров при скорости 850 км в час вселяют надежду, что жизнь закончится именно сейчас. Лучше несколько минут мучений и мгновенная смерть. Прильнул кресло Крамп. 18. Запахло лекарствами. Свет неожиданно погас. Табло при сигнете ремни замигало. Из динамика донеслась наденция спасательной жилеты. Возможно, экстренная посадка внизу вода. 19. Соседка заерзала в кресле. В салоне на мгновение воцарилась гробовая тишина. В темноте забегали стюардессы с минеральной водой. 20. То и дело кого-то тошнило. Снимительно раздавались бумажные рвотные пакетики. 20. Вы все успели в своей жизни. Константин мрачно посмотрел на свою соседку. 21. Я Ирен. Если вы о возможном крушении самолета, то я спокойна. Это незаметно. 22. По вам тоже. Константин Крамп представился вам, протягивая Ирен руку. 23. Возможно, вы будете последним знакомством в моей жизни. 24. Он улыбнулся, не обращая внимания на трясущийся самолет. 25. И испуганных пассажиров. Может, вопрос не ко времени и месту, чем вы занимаетесь. 26. Я лингвист, а вы программист. Вы тоже в Егите хотели отдохнуть? 27. Почему в прошедшем времени? 28. Вы уже ни на что не надеетесь. Я пока не собираюсь умирать. 29. Нет. Просто пытаюсь шутить. 29. Я, представьте, впервые в жизни выиграл турпутевку и билет на этот рейс. 29. Вам говорили, что у вас очень своеобразное чувство юмора. 29. Ирен ржалась в комок. 30. У меня вообще. Оно отсутствует. 30. Усмехнулся Крамп. 31. Это ваша дочь? 31. Он показал на девочку, которая, свернувшись к лачкам, спала, не реагировая на тряску самолета. 31. Да, в Египте отдохнуть? Снова спросил он. 31. Нет, работать. 31. Профессор Каирского университета Махри пригласил меня на раскопки в долину царей. 31. Там обнаружены таблицы с письменами времен правления женщины-фараона Хад Шепсуд. 31. Возможно, они прольют свет на одну из сакральных тайн древнего Египта, зашептала Ирин. 31. Интересно, скучно зевнул Крамп, не понимая значения слова «сакральный». 31. Ну и как современная наука не особо пострадает, если вы все-таки не долетите? 32. Если верховным жрецам Египта не угодно, чтобы письмена были расшифрованы, то можем и не долететь. 33. А если пришло время их открыть, и ученых допустят до священных тайн, значит современная наука пополнится новыми фактами. 33. Не обращая внимания на сарказм Крампа, серьезно ответила Ирон. 34. Все-таки больна, подумал Крамп. И вы верите в мистику и во всю эту чушь. 35. Что ваши жрецы спровоцировали турбулетность, и наш самолет разобьется в дребезги, по их милости? 35. Все может быть. Но я верю в науку. 36. Я была на раскопках по приглашению профессора Махри. 37. Я часто летаю в Египет как участник экспедиции. Это место всегда удивляет своими тайными фактами, которые не всегда объясняются современной наукой. 37. Когда не владеешь знаниями, то соотносишь свое незнание с чем-то мистическим. Возможно, и турбулетность увязать в загадках Вселенной. 37. Так все это происходит из-за того, что вы увлекаетесь древнеегипетскими тайнами? 38. Вас должна мучить совесть. В самолете много пассажиров помимо вас. 39. Не на своем же собственном самолете вы летите. Глаза Крампа и Хидна заулыбались. 39. Хотя, думал Крамп, может и хорошо, если самолет разобьется. Никому не придется стареть и болеть. 40. А мне страдать и ежедневно думать о конце в мучениях и встречаться с родственниками, которые, как стервятники, уже ждут раздела моей квартиры в качестве наследства. 41. Видимо, у вас неспокойно на душе. Поток желчи и сарказма льется из вас. Вы боретесь с собственными страхами? 41. Она неожиданно для себя самой резко отреагировала на издевку. 42. Константин не ожидал такого напора и громко нервно рассмеялся. Чем еще сильнее испугал и без того напуганных до смерти пассажиров, которые неожиданно притихли. Только алканавты не осознавали, где находятся и почему вокруг столько людей. 42. Вы уже разлили? Приподнял от бутылки зерошенную голову активист. 43. Вася, мы уже в Египте. А где море? Спросила девушка, озираясь. 44. Вася заметил пробегавшего мимо бортпроводника, схватил его за руку и, еле выговаривая, спросил. 45. Моя девушка хочет купаться. Я за что платил деньги? Где море? 45. Отдыхайте. Скоро сядем в море. Отдергивая руку, ответил бортпроводник. 46. Вася, не надо на море. Нам очень удобное кресло. Давай немного позагораем. 46. Приложила девушка, склонила голову на плечо активиста и отключилась. 47. Вася нежно поглаживал бутылку, мурлыкал и улыбался. 48. Константин с презрением отвернулся и вновь посмотрел на Иран. 48. Как вы думаете, этих людей тоже волнуют древнеегипетские тайны? 48. Мы все разные и в то же время одинаковые. 49. Мы разные, но одинаковые? Переспросил Крамп. 49. У нее явно расщепленное сознание. Чем больше в книге, тем дальше от реальности. 50. Он перевел дыхание. 51. Да. Так, кто такая Хадшипсут? Чем она интересна? Поддерживал разговор Крамп. 52. Не знаете? Я вам расскажу. Царица была дочерью египетских правителей Тутмоса и Яхмас. Хадшипсут изображал в виде мужчины и считал узурпатором. Пытаясь вычеркнуть из истории мумию, ее так и не нашли. Ее заупокойный храмовый комплекс расположен у подножия скал Дейр-Эль-Бахри. Хадшипсут ввела победоносные военные кампании в Нупе и Азии. И под ее началом была снижена знаменитая экспедиция в экзотическую страну Пунт. Есть версия, что это северное побережье Сомали, но точно никто не знает. Недавно, во время раскопок, археологи обнаружили древние каменные плиты времен 18-й династии. Надеюсь, они помогут пролить свет на тайный страну Пунт. Вы слышали что-нибудь об этом? Нет, не слышал. Мне не особо интересна история, так как это прошлое. Я живу только в будущем. Мне даже мое прошлое особо не интересует. Ну, была царица, как ее там, Хадшипсут, вела войну, что старье ворошить. Если мы удачно приземлимся, и у вас будет желание и время, обязательно поезжайте в долину царей. Вы, возможно, измените свое мнение. Стоит увидеть хотя бы один раз в жизни, чтобы понять. Прикоснитесь к древним сокровищам Египта. Что может быть прекраснее? Среди моих друзей, ученых-египтологов, есть поверье. Если фараон не хочет раскрыть тайну, мы ее никогда не узнаем. Не откроем затерянные гробницы, не найдем древнюю утварь. Тайны открываются сами в свое время. Ирин говорила за то их дыхание. Константин, сидевший рядом, еле-еле расслышал ее слова. Необходимо серьезное психиатрическое вмешательство. К сожалению, посмотрев на Ирин, подумал он. Самолет бросал воздушные ямы. Иногда пассажирам казалось, что он камнем падает на землю. Ирин трепетно поправляла плед, укрывая свою дочь, которая, проснувшись от турбулентности, хныкала, периодически поворачиваясь то направо, то на лево и бок. Вам интересно копаться в старых могильных плитах, чищать пыль с иероглифов, расшифровывать поросшие в хом-записи обвитые паутиной? Неужели это кому-то еще нужно? Я недавно смотрел фильм о проклятиях фараонов. Мумия вернулась. Кажется, они ваши фараоны якобы накладывали печати на свои усыпальницы, и те, кто их вскрывал, уходили в мир иной от неизвестной болезни. Вы не думали о том, что, возможно, авторы этих надписей не хотели, чтобы их расшифровывали, обнародовали? Это как читать чужие письма, или я не прав? Все это все-таки занимает? Видимо, интерес присутствует? Она внимательно посмотрела на Крампа. История повторяется. Может быть, опираясь на опыт царства Древней Египты, человечество не допустит больше смертельных ошибок в развитии цивилизации или избежит их. А что касается гибели от неизвестной болезни, смотри, смерть всегда неизвестна. Что ее бояться? Открытие проливает свет, и страх уходит. Цивилизация существует зарождение мира. Когда-то первобытные люди боялись грома и молнии, и были уверены, что эти явления природные божественны. Возможно, задумался Крамп. Ирон, вы замужем? Ваш супруг из среды археологов? Нет, я разведена. Ребенка воспитывают сама. Она покраснела, и было заметно, что эта тема для нее очень болезненная. Да, так бывает. Если вы в постоянных разъездах и экспедициях, конечно, это привело к разводу. Ни один мужчина не выдержит. Потом собираетесь кучкой подруг и жалуетесь, что остались одни. Внимание! Нужно мужчине, а не мумии. Не надо было лазить по могилам и плитам фараонов. Крамп самодовольна, как инквизитор смотрел на Ирон. Как вы смеете? Вы совсем меня не знаете. Слезы брызнули из ее глаз. Вы, вы. Она опустила голову. Потребность каждой женщине в семье очевидна. Но не каждый мужчина готов брать на себя ответственность. Не за семью, а за себя и свои поступки. Я сама воспитываю ребенка, и через какие переграды и препятствия прошла врагу. Не пожалею. Ее лицо побагревало. Я любила его, и сейчас люблю. Вам сложно понять, что значит засыпать одной каждый день, обнимая подушку. Я живу своим ребенком и своей работой. Работа для меня – это страсть, увлечение, а ребенок – это моя жизнь. Извините. Я, видимо, не совсем правильно выразился. Постарался ответиться к Рамп и подумал. Еще одной плакса не хватало. Придется извиниться. Иначе реки слез вот-вот захлестнут самолет. И вместо ожидаемой катастрофы все утонут в горьких слезах ученого-египтолога. Еще раз простите меня. Не хотел вас обидеть. Может, воды попросить у стюардессы? Нет, спасибо. Ирин вновь открыла толстенный том и принялась его листать. Константин из любопытства заглянул в ее книгу через плечо и прочел. На видимый диск солнце египтяне смотрели. И как на форму правления бога, о боге солнце говорили, его тело – это Атон. Уже при Тумпосе четвертом солнечный диск переперсонифицируется. Атон сам есть бог солнца. Царь Аминхотеп четвертый изменил свое имя. Эхнатон в дословном переводе – это нравится Атону. Царь возвысил Атона до единственного божества. Атон изображался как солнечный диск. Руки лучи которого заканчивались ладонями и держали ключ жизни. Гусь – космическое первосущество. Он часто отождествляется с древнеегипетским богом Амоном. Более того, сам бог иногда изображался в виде гуся. Как можно работать с этим Брэдом всерьез? Крамп пожал плечами и обратил внимание на сидевшую неподалекую в салоне пожилую супружескую пару. Видимо, они не расслышали объявления у них, и у них был хороший вестибулярный аппарат. Пожилая женщина крупного телосложения с большими дряблыми руками вся в складках жира спала. Ее щеки подрагивали, и справа уголка рта начала стекать на кофточку скопившаяся слюна. Константин, брезгливо рассматривая ее, думал – хорошо, что я не доживу до глубокой старости, и мне не придется спать с женой морщинистой, как гармонь. Может, и хорошо, если крушение произойдет именно сейчас. Придется раз испугаться, и все закончится. Ни боли, ни старости, ни одному погибать, а со всеми. Лучше так, чем угасать в одиночестве тяжелобольному в хосписе под сочувствующими взглядами сестер, выполняющих свою рутинную работу по сопровождению умирающих в мир иной. Крамп снова посмотрел на старушку, которая продолжала похрапывать, выдувая из себя воздух, как из паровой машины. Ее платье в мелкий черный горошек уже было заляплено слюной. Все в самолете, за исключением заснувших, пьяных, сельку туристов и пожилой пары ожидали развязки. Иран держалась, хотя ей с трудом удавалось скрывать волнение. Самолет снова резко провалился в яму, заложила уши, принесли обед, видимо, чтобы отвлечь пассажиров. Подносики с едой от резких толчков падали на пол. К своему большому удивлению, Крамп прослышал чавканье, еле втишнувшиеся в кресло эконом-класса. Дородные родители с остервенением покладывали пирожки своему малышу, который висел, как средний мамонтенок. Глава семейства неистово поглощал пищу, видимо. Понимая, что это в последний раз, его глаза жадностью бегали, а руки доставали, как в бездонной, из бездонной бочки, все новые порции. Можно нам еще курицу? Остановила бортпроводника Маша. «Сейчас принесу», — ответил ошалевший Стюарт, осматрив переполненный столик и впечатляющих размеров животы пассажиров. «Антошка, сейчас принесут еще курицу», — обрадовала своего малыша мама. «Сейчас польется манна небесная. Вот оно счастье», — Крамп улыбнулся ее словам. Самолет затрясло вновь. Пассажиры безмолвно переглянулись. Жертвы Макдональдса продолжали усиленно поглощать пищу. Крамп наблюдал за происходящим, впав от многодневного стресса в состоянии медитативной умиротворенности. Самолет резко снижался. Это ощутили все. Конец света настал. У Ура-Египет неожиданно прогремела проснувшаяся пьяная куча туристов во главе с активистом Василием. Снижаемся. Американские горки. Самолет падал так стремительно, что Константин в предвкушении долгожданной смерти сжал руки в замок и зажмурился. Сверху из открывшихся от толчков багажных полок посыпались пакеты в чемоданы. Между тем, не обращая внимания на турбулетность и указания командира экипажа, всем оставаться на местах. От хвоста самолета к креслу Крампа приближалась объемная фигура, отбрасывавшаяся в длинную тень. Фигура росла в размерах, сидя в кресле с закрытыми глазами и, поджидая неминуемую гибель, Крамп ощутил на своем лице чье-то дыхание. Приоткрыл глаза и увидел рядом скорбенную старуху. Глубоко посаженные черные глаза, пронзительно вглядываясь в Константина, который прилип к спинке сиденья. Старуха стояла вплотную, опираясь двумя руками на коротенькую пику, от которой пахла лавандой. Ее лицо расплывалось, он никак не мог сфокусироваться. Ему показалось, что он ее где-то видел. «Кто это? Не узнаешь?» – заскрипела старуха. «Я должна знать всех пассажиров. Почему вы не пристегнуты, бабуля? Мы сейчас все разобьемся. Займите лучше свое место». «Зачем? Ты думаешь, тебя выручит спасательный жилет на высоте 10 600 метров?» «Уйдите от меня!» – взявнул Крамп и вдруг посолбенел. «Это же ты, та самая старуха, которую я встретил в парке. Воровка. Ты у меня украла телефон». Старуха отвернулась от Константина и медленно направилась в салон бизнес-класса, где скрывались за полной, за плотной шторой. «И стой, куда?» – крикнул Крамп. Отстегнул ремень безопасности и, раскачиваясь, медленно пошел по салону, опираясь на спинке кресел. Свет погас. Крамп почувствовал учащенное биение собственного сердца. Он сделал еще шаг вперед, но не смог сохранить равновесие и сорвал занавес. Отделяющий салон – эконом от бизнес-класса. Проварился в пустоту. Темнота, хоть глаза выкали, самолет затрясло. «Это конец», – успел подумать Крамп. Вдруг наступила тишина. Шум двигателя, крик и воздушные ямы – все исчезло. «Я умер?» «Нет, ведь я дышу!» Подо мной твердая земля. Паника охватила Крампа. Глаза стали немного привыкать к темноте. «И не может быть дерево», – воскликнул Крамп. «Как оно здесь появилось?» Константин увидел гигантское хвойное дерево с тяжелой, необъятной кроной, обсыпанной снегом. Он стоял перед ним, как центр мироздания. Густой и насыщенный запах хвои был. Таким сильным и устойчивым, что слегка закружилась голова. Еще один вдох. И казалось, что тело расщепится на молекулы. Крамп попытался схватить за ствол дерева. В нем зияло черной пропастью дул плом. «Что за стук?» «Кто там стучит?» «Это же дерево пама!» Константин ясно услышал многотонные звуки. Звуки и едкий густой аромат хвои взрывали его мозг. В глубине дерева кто-то отбивал барабанную дробь. Дерево вибрировало, словно от землетрясения. Но он прислонился к стволу. Бух! Ух! Ух! Кто-то стучал по гигантскому барабану. В дубле Константину показалось, что он находится уже внутри барабана. И звуки не вокруг, а в нем самом. Тело его само полетело вниз по узкой трубе. Он падал, тепляясь за воздух, непонятно откуда. Взявшиеся камни и песок, черенки и корни. Все выскальзывало из рук. С грохотом крампа свалился в расщелину, которая оказалась столь узкой, что невозможно было пошевелиться. Виски тяжело пульсировали. Голову словно стянуло тугим обручем. Левая рука при падении сильно пострадала. От плеча до кисти рубашка была разорвана. По коже словно прошлись грубой наждачной бумагой. Она была сплошь покрыта синяками, ушибами и кровотачащими ссадинами. Крамп с резкой болью сумел приподнять ногу, с отрыв, открывшимися переломами на лодыжке. «Где я? Куда же исчез самолет?» Думал он, протискиваясь в узкую расщелину, стараясь не опираться на ногу, казавшуюся неким инородным телом. Нога распухла, отекла и онемела. Потянула сыростью. Выступы из стен расщелины давили, как могильные плиты. Воздух сгущался, дышать стало невозможно. «А кто это еще в моем мозгу продолжает ритмично бить в барабаны?» Константин отступился и по наклону съехал в открывшийся вниз проход, как в узкую кишку, ощущая себя плодом, протискивающимся по родовым путям. Прямо над головой показалось отверстие. Здесь было сухо. Пропал запах сырости и плесени. Белые камни у стен светились. «Снова звуки ведут меня», – ощутил он. С кали на расстоянии вытянутой руки Крамп нащупал непонятно откуда взявшийся морской канат с вмурованным в камень крюком. Конец каната был опущен вниз на дно таинственной бездны. «Надо отсюда выбираться», – старуха уже явно отправилась к праотцам. «Туда ее дорога. Нечего воровать. Бездна, по-видимому, это единственный путь отсюда. Возьму-ка я камень, он светится. Возможно, это фосфор», – размышал Крамп. Сильно дернув канат, он проверил его на прочность. Уцепивший правой рукой взял в левую светящийся камень и стал медленно спускаться в неизвестность, душераздирающей тишине и кромешной тьме. Он спускался все ниже и ниже. Монотонные потускивания пропали. Канат закончился. Крамп почувствовал, как прокатились мелкие камешки уха. Тут же отозвалось на звук и начал покосывать его маленькими зубастыми злобными комочками страха. Рука, намертво вцепившаяся в канат, окаменела. Константин все же старался его раскачать медленными круговыми движениями, расширяя обзор и заметил внизу каменные ступени. «Придется прыгать во время прыжка, я скорее всего потеряю камень, а может и жизнь, но других вариантов нет», – решил Крамп. Бросил камень, он жутким грохотом покатился по ступеням, освещая каменную тропинку. «Если есть ступени, значит, они куда-то ведут». Крамп прыгнул и впечатался в ступени, как трафарет. «Еще немного, я выберусь, найду выход», – влача ногу думал Константин. Через пару шагов он увидел выемку между камнями, из которых виднелось небо. Из последних сил он ухватился обеими руками за каменные края отверстия, подтянулся на руки и вылез. Хвойные деревья обступили Крампа. Воздух был невероятно чист. Он поднял голову и был заворожен ночным небосклоном, пройдя по поверхности несколько шагов. Крамп испуганно отскочил, увидев, собственно, отражение в стволе одного из могучих деревьев. Прикоснувшись к стволу, он почувствовал, что дерево каменное и переливается многочисленными гранями. Отражение завибрировало, как на поверхности воды, и поплыло. Костя, когда тебе кажется, что нет сил идти, необходимо продолжать путь. Искать, когда нет дорог, искать, когда не осталось веры. Продолжать искать, когда нашел страж порога, охраняя двери к знаниям, только тот, кто не боится прозреть, увидит и пройдет. Ой, кто это со мной говорит? Галлюцинация? Крамп вновь явственно слышал стук. Надо поскорее выбираться отсюда. Где же выход? Камук подступил к горлу. Может, тебе нужен не выход, а вход? Старуха показалась из-за дерева и присела на каменный выступ скалы. Под перев, подбородок, пика, из-за которой держалась обоими руками. Лицо цвета бурой глины было изрезано морщинами. Во взгляде черных глаз читалась глубина, мощь и силы. Кто вы? Крамп присел на каменный выступ, и я, осматривая старуху, сидящую Крамп перед ним, как грозного стража порога миров. Я Элея. Константин ошарашенно посмотрел на нее. Как вы протиснулись сквозь скалы и не разбились при падении самолета? Говорите, кто падает, тот взбирается. Но от этого не может быть. Но этого не может быть. Выжили. При крушении это заслуживает уважения. Можете оставить себе мой телефон. Я впервые встретил воровку столетнего возраста. К тому же еще и каскадера. Давайте выбираться. А ты еще продолжаешь думать, что мне нужен твой мобильный телефон. Я его взяла с собой, чтобы дать понять, что он совсем не нужен тебе. Звонить же некому. Для чего такая связь? А выбираться тебе нужно одному. Красиво здесь тебе нравится? Старуха встала и направилась к проходу между дверями. Деревьями. Константин следовал за ней. Пойдем. Пригласила его старуха за собой. И, опираясь на пику, пошла по зигзагообразной тропе, ведущей на плато, где на двух каменных колоннах все сияли перламутровые раковины. От одной исходило свечение, и яркие лучи озаряли все вокруг, а другой тусклое мерцание. Что это? Это твои раковины. Мои раковины? Да, Константин тихо приблизился к раковине, от которой исходило сияние. Это раковина солнца, объяснила старуха. Вторая мерцающая. Раковина луны. Раковины отличаются друг от друга отраженным светом. Константин потянулся, желая прикоснуться к одной старухе, но старуха его остановила. Прикасаться нельзя. Стальным голосом произнесла она и встала. К ним можно приближаться лишь в своем сердце. От бликов света казалось, что выражения и форма ее лица меняются. Крамп только сейчас заметил на нее длинные черные платья из плотной ткани с белыми тисненными накладками на рукавах, на которых выделялся с сочным бордово-красным цветом орнамент из геометрических фигур и символов. Ее морщинистые крупные ладони с толстыми пальцами выделялись на фоне худого, тонкого, почти иссохшего тела. На первой руке среднего пальца сиял перстень, змея с черным камнем в пасте. Перстень отливал блестящими гранями и приковывал внимание. Элея села на камень и, сложив мощные ладони в замок, посмотрела на раковины. В этих раковинах записаны все события прошлого и будущего, только нет настоящего. Откуда все знаете? Это раковины знают. Они хранят всю информацию о том, что есть, было и будет. В раковине солнца записаны возможности, которые тебе даны, при рождении, жизненные задачи, уроки, испытания. А в раковине луны – дороги, которые ты выбрал, распоряжаясь даром жизни. Стоп, остановитесь. Я не суеверен. У меня взяла качественная опухоль мозга. Может быть, сейчас я более чем когда-либо готов поверить во все. Что может спасти меня? Даже в бога медицины и врачевания Асклепия. Но не до такой степени. Оставьте, пожалуйста, меня в покое. Готов простить кражу моего телефона. Только давайте выберемся отсюда вместе. Мы выжили после крушения. И я понимаю, что ваша психика на пределе. А куда тебе спешить? Обанкротить отца Алексии, который всю жизнь ковал свое имущество, не подозревая, что именно ты попадаешь на пути его дочери и всеми правдами и неправдами захочешь добиться денег и власти? Эту перспективу уже не получится реализовать. Спешишь устроить бизнес с Евой на украденные деньги тоже не выйдет. А может, лишить жизни ребенка? Так что ты наметил? Константин сел у ног Элеи и схватил ее за руки. Элея. Но Крамп запнулся, пытаясь судорожно найти слова. Я хочу жить. Твои посудки существования можно ли назвать жизнью? Вот посмотри. Раковины одинаковы по форме, но разные по содержанию. Мерцающая раковина – то, что у тебя получается в зависимости от приятных, а в большинстве своем неприятных решений, компромиссов со своей совестью. Ты записываешь на нее историю собственной жизни. Какой выбор, такая и жизнь. Если тебе дано изменить мир, а ты его не делаешь. Мир изменит кто-то другой, а твоя раковина не приобретет нового оттенка. От тебя многое зависит. Твой путь в раковине солнца. Константин старался понять и переварить в голове то, о чем говорит Элея. Но понимал, что его собственный компьютер завис и плохо грузится. Моя жизнь изменится. Я сделал не тот выбор. Помолчился Крамп и отвернулся. Выбор не может быть тем или не тем. Русло реки жизни меняется в зависимости от решений. Не делать выбор, тоже выбор, посредством страха, мнимой надежды или лени. Твой потенциал, который записан в раковине солнца, может отразиться во второй раковине таким же свечением. Если ты не соответствуешь своему предназначению, то в раковине луны оттенки света не отражаются. Тебе не хватит сил и намеченные события в твоей жизни не случаются вовсе. А замысел таков, что раковины луны и солнце могут меняться местами. И в итоге соединяются в одном. Но не может быть одного пути. Я человек, ты забыла об этом, Элея. Я не понимаю, где я и кто ты такая. Но я точно знаю себя. У меня не может быть одной дороги и одного выбора. Я еще не встречал человека, который знает себя. А дорог заложено великое множество. Дорог. Они выстраиваются в одну жизнь, и ты являешься стрелочником своей судьбы. И что происходит, если будет проложен другой путь? Интуиция в предчувствии – это и есть путь раковины солнца. Она стучится, пытаясь раскрыть перед тобой светки жизни. И не навязываясь. Выбор не может быть навязан насильно. Только предположен. А иначе это не выбор. Следовательно, и соответствовать себе ты можешь иметь силу и волю. Но не сделав выбор, ты не оставляешь его раковине солнцем. На лбу Константина появились холодные капельки пота. Легко рассуждать тебе, Элея, в твои сто лет. Вот что мне делать. Как продолжать жить, понимая, что уже труп? То, что ты называешь болезнью, может дать тебе больше сил, здоровья и разума, чем мнимое здоровье. В болезни может быть здоровье, а в здоровье – болезнь. В нем еще много смыслов. Главное – искать. Иногда получить ответы можно лишь через страдания, омываясь потоками горости. Идти надо и не останавливаться, сохраняя внутри себя любовь, прогоняя уныние. А может спросишь у себя не за что, а для чего? Элея, можешь мне сказать, что сделать тебе, чтобы излечиться? Ты же знаешь мое прошлое. Значит, можешь изменить будущее. Не нужны мне вообще общие фразы о прекрасном. Я хотел бы конкретику. Может мне поймать кита и отрезать ему усы, прокреплотить их и выпить, предварительно размешав со слезами африканской бабочки. Кстати, звучало бы гораздо реальнее, чем то, о чем ты говоришь. Слезы африканской бабочки? Элея рассмеялась. Бабочка была гусеницей. У меня нет времени. Я спешу. Пора выбираться. Время? Смерти подобно. Куда спешишь, Константин? Может, передохнешь? Ты не устал быть белкой в колесе? Смотри, видишь, на камне около тебя нагревается жидкость. Струйки пара испаряются и поднимаются к основанию горла. Стекают вниз. Хочется, чтобы настой приготовился быстрее. Но если прибавим огоньку, сосуд лопнет. И убавить нельзя. Это меланхолия. Ожидание в состоянии безвремени. На маленькой конфорке мерцало фитилек. Нагревалась грушевидная колба с отогнутым в сторону узким горлом. Ну, лопнет колба. Что случится? Надеюсь, не конец света. Это намечено в следующем месяце. По календарю майя усмехнулся Крамп. В календаре майя ничего не сказано о конце света. У света не может быть конца. Он обновляется. Ко мне это какое имеет отношение? Я готов обсуждать конец света? Или его начало только, когда меня не беспокоит скорая кончина? Сейчас я в тупике, где нет выхода. Ты понимаешь? Сверкнув глазами, процедил сквозь зубы Константин. Из тупика есть как минимум два выхода. Спокойно произнесла Элея. Можно вернуться назад или взлететь? Можно сделать то и другое одновременно. Элея, я готов продолжить философствовать, но мне пора. Тигель, тигель, телефон я тебе подарил. Оставь себе все суета. Я не держу на тебя зла. Ты просто выжившая из ума старуха. Что с себя взять? Когда-то в детстве я хотел спасти мир. Достаточно спасти себя. Миру этого вполне довольно, ответила Элея. Крамп уже не слушал. Он резко рванул вперед на ощупь, как крот, проползая сквозь узкий коридор. На самом краю пропасти полыхало пламя. Это, наверное, взорвался самолет внизу. И как только я выжил, еще... Это старуха. Еще промедление, и я буду здесь поджарен, как цыпленок табака. Надо быстрее, подумаю потом, если выберусь. С трудом поддерживая равновесие, он как канатоходец продвигался вперед. Стало тяжело думать. Не то, что дышать. Сердце бешено стучало. Казалось, оно готово выбрыгнуть из груди. Крамп чувствовал, что снова теряет равновесие. Он слышал отчетливый голос, который звал его Константин Константин Крамп Кость. Голос убедительный и спокойный, не настаивающий, но концентрирующий, собрал все мечущиеся части его сознания воедино. Обретая равновесие, он шел дальше, шаг за шагом, не понимая, куда ступает. И вот, наконец, твердая поверхность голова Крампа раскалывалась от давящей боли. Сид-даун, плец. Неожиданно для всех скомандовал пассажир Василий самолетом. Видимо, трезвее и понимая, что еще не в Египте, а в воздухе. Он усугубил волнение и прибавил нервозности. «А я все еще в воздухе!» – вскрикнул Крамп. «Я в самолете!» Он повернул голову к Ирин, не понимая, что происходит. «Галлюцинация?» «Была галлюцинация?» – спросил он в ужасе с Ирин. Константин поймал на себе взгляд. Дочь Ирин, Амелия, уставилась на него в упор. Крамп помнил эти глаза. Они снились ему в кошмарных снах. Константин иногда, никогда в своей жизни не хотел больше встречаться с ним. Он был в самолете, и на него в упор смотрела девочка, ребенок с синдромом Дауна. «Эти глаза не спутать!» «Злой рок преследует меня!» – зашептал Крамп. Кошмар, воплотившийся в реальность. Для чего рождается Дауна? Почему должны страдать родители? Эти болезненные для него вопросы без ответов, как летящие искры, заметились в голове. Константин не мог больше смотреть на Амелию. Он закрыл глаза и мгновенно вспомнил разговор с Алексией. Живой пазл всплыл из недр памяти. Амелия шмыгала носом и продолжала смотреть на него. «Привет!» – звонко и отчетливо сказала она. Крамп сидел, не шевелять, как египетская мумия. Все-таки долетели. Вырвалось у него, когда самолет коснулся шасси. Взлет на посадочные полосы, и салон взорвался аплодисментами. Подали трап. Константин вышел абсолютно рассеянным. Его густые каштановые волосы были взлохмочены. Еле передвигая вязкие как вата, ноги шатаясь и заваливаясь, он медленно спускался, о чем-то говорил сам собой, как сумасшедший, пытаясь жестикулировать. Руки опускались в безысходности. Он вздрагивал и останавливался.